Спасибо. Спасибо, да. Здравствуйте. Меня зовут Никита Липский. Владимир Иванов. Сегодня мы с вами поговорим про JVM. Вы знаете, я вообще занимаюсь Java платформой с 1996 года, то есть довольно давно. И в моей жизни бывают такие ситуации, что я встречаю людей, которые Java только начинают изучать, и они, узнав, что я вроде бы Java знаю, спрашивают у меня такой вопрос, а какую мне книжку по Java прочитать? И вроде бы вот такой простой вопрос меня часто ставят в тупик, потому что я в своей жизни прочитал по Java ровно две книжки. Вот они они. Это спецификация виртуальной Java-машины и спецификация языка Java. Конечно, я много книжек листал по Java, читал очень много статей, поэтому так, чтобы от корки до корки, это только вот эти вот две книжки, причем левая из них, спецификация виртуальной Java-машины, это фактически является моей настольной книгой. Мне по долгу работы приходится отдельные главы постоянно перечитывать, и, например, год назад я там даже нашел пару багов. Владимир, в курсе каких? Да, но неудивительно, что это твои любимые книги. Когда ты начинал изучать Java, ничего про Java еще написано не было. Мне повезло чуть больше. В мое время был Брюс Экель, Thinking of Java. Но эти две книги тоже зачитаны от корки до корки. Да, ну мы хотим теперь как-нибудь представиться, кто мы вообще такие. Я вот, например, делаю GVM, но называется она Excelsior Jet. И вот на этот момент у многих возникает вопрос, как так GVM, Excelsior Jet? Нет, GVM как-то по-другому называется. И это вот удивление меня удивляет. Ну как так? Людей не удивляет, что существуют различные марки машин, на которых ездят, но при этом людей удивляют, что существуют различные марки виртуальных Java-машин. Ну конечно, чтобы наша виртуальная машина как-то могла свое существование оправдать, она должна как-то отличаться от стандартной виртуальной Java-машины. Например, отличается тем, что у нас есть статический компилятор, который порождает машинный код из вашего байт-кода до исполнения, и получается обычно исполняемые файлы. Ну вообще я занимаюсь этим проектом довольно давно. Это вообще я его придумал и там занимался практически всем, чем только можно. Я свою первую программу на Java написал в 2002 году, будучи студентом, тогда были популярны XML-технологии, и у нас было задание курсовое написать XML-парсер для Java ME. Это вот было первое, что я попробовал реализовать на Java. После выпуска я устроился в компанию Sun в то время Sun, которую в 2010 году купил Oracle. И на текущий момент я являюсь инженером группы Hotspot GVM Compiler. Занимаю JET-компиляторами, поддержкой динамических языков на Java платформе. Ну и вот Native Library, поддержка машинного кода тоже. Да, и у нас, как вы заметили, мы делаем разные GVM. Вова делает Hotspot, я делаю Excel-сверджет. И у нас уже очень, мы давно друг друга знаем, и у нас была давно такая идея совместного доклада сделать такой GVM battle. Быстренький вопрос. Кто знает, какая виртуальная машина в OpenJDK? Так. Вот такое. Ладно, ладно. GVM battle мы решили не делать, а рассказать вам просто про GVM, то есть, что это такое, не привязано к какой-либо конкретной реализации. То есть это одинаково, то, что мы сегодня вам расскажем, одинаково ложится как и на нашу GVM, так и на ту, которую делает Владимир. Ну и вообще, о чем мы сегодня будем вам рассказывать. Вначале мы вам расскажем вкратце, что такое Java class file, с чем его едят. А потом мы, собственно, будем вам рассказывать про GVM, как классы в GVM грузятся, как они исполняются, как там происходит выделение памяти, сборка мусора и так далее. И начнем мы, собственно, с Java class file. Вообще, вы, когда пишете свои программы на Java, вы их пишите на языке Java в исходных текстах. Например, в исходном тексте у вас может быть несколько объявлено классов, но прежде чем вы можете исполнить свой код на GVM, вы должны их компилировать в виде класс файлов с помощью компилятора Java. И на выходе у вас на каждый класс, объявленный внутри вашего исходного файла, родится отдельный класс файл. Что это такое? Внутри класс файл выглядит таким вот образом, что вначале идет так называемый constant pool, это всякие константы типа числа строгие, так и более сложные, как указатели на классы, методы поля. Далее идет, собственно, описание самого класса, то есть его имя, модификаторы, суперклассы, поля, методы. И любая дополнительная информация может кодироваться с помощью атрибутов. Например, аннотации. Ну, на полях, на методах тоже есть атрибуты. Например, когда вы объявляете статическую константу в классе, то на уровне байт-кода она представляется, ее значение представляется в виде атрибута, и значение хранится в constant pool. Но главный атрибут — это все-таки байт-код. То, что реально исполняется, то, во что компилируется ваша программа. Соответственно, байт-код — Java виртуальная машина — это стековая виртуальная машина, и для описания программы требуется три сущности. Это конкретно последовательность инструкций для исполнения, стек операндов и локальные переменные, тоже массив нумерованные. Соответственно, давайте посмотрим простенький пример. Вот у нас байт-код, четыре инструкции, локальные переменные. Нас интересуют два слота — номер три и номер четыре — и стек. Вот мы начинаем исполнение. Виртуальная машина видит первую инструкцию — загрузить интовые значения из слота номер три. Вот видите, двойка. Оп, исполнилось, на стеке у нас лежит нужное нам значение. Следующая инструкция — положить константу пять, интовую, на стек. Исполнилось. Сложить две интовые константы. И захранить значение на вершине стека в четвертый слот. Вуаля. Отличительной особенностью байт-кода от машинного кода является его строгая типизация. То есть, как вы здесь видите, инструкции четыре, они содержат у себя в названии и. То есть, они только для интов работают. Соответственно, в Java VM-спецификации четко прописано поведение этих инструкций. И это является ключевым для кроссплатформенности байт-кода. То есть, в спецификации четко прописано, как должна себя вести каждая инструкция. И виртуальная машина, ее реализация, она подчиняется этой спецификации. И, например, в отличие от C, C++, свободы, undefined behavior так называемого в спецификации виртуальной машины нет. Все четко определено. Итак, вот мы вам немножко так рассказали про Java байт-код. Теперь можем перейти, собственно, к JVM. И вначале мы хотим у вас спросить… Перейдем к JVM. Хочу у вас спросить один вопрос. Вот что имеет каждая программа, которая исполняется на JVM? У кого есть какие варианты? Стэк. Стэк – это у JVM, а у программы… Программа. Вот вы написали Java программу, хотите ее запустить. Что у нее есть? Что в нее должно быть? Мейн метод. Мейн метод, правильно. Что еще? Где мы ищем мейн метод? В классе. А класс где ищется? В общем, все правильно. То есть, да. У каждой программы обязательно должен быть мейн класс, у которого есть мейн метод, который вы задаете при запуске своей программы. И чтобы JVM могла найти нужные классы, вы должны задать при запуске класс-падх. То есть, это список директорий и архивов, где, собственно, JVM должна искать классы. А что же с какими-то веб-приложениями? Разве там есть мейн-классы? Да, вот действительно, в веб-приложениях вроде бы мейн-класса нет, но в мире веб-приложений программой для JVM является, собственно, веб-сервер, на котором запускается веб-приложение. И вот как раз у этого веб-сервера есть и мейн-класс, и класс-падх, и так далее. Ну, пойдем дальше. Соответственно, мы с вами увидели, что есть байт-код, но одного байт-кода для исполнения программы недостаточно. Соответственно, виртуальная машина, да, она исполняет байт-код, но ваша программа чаще всего завязана на ряд платформенных классов. В Java очень богатая библиотека стандартных классов. Вы, например, никогда не реализуете свои стринги, строки. Они предоставляются вам реализацией платформы. Есть ряд стандартных API, например, графика, AVT, Swing. И для реализации такого рода подсистем требуется возможность работы с платформой. В Java есть, так называемые, нативные методы. То есть вы можете объявить метод, при вызове которого будет исполняться нативный код. Код в некоторой платформенной библиотеке. Также в Java runtime есть ряд вспомогательных файлов, например, таймзоны и так далее. Это основные вещи. С предистованием закончено. Вот с этой картинкой мы будем сегодня иметь дело на протяжении всего доклада. Это, собственно, анатомия GVM. Пока здесь не нужно читать никакие буковки на этих слайдах. Мы по ходу дела вам расшифруем все эти буковки на этой диаграммке. И начнем мы с подсистемы GVM, с загрузки классов. Как в GVM классы грузятся? Сначала нужно разобраться вообще, откуда GVM берет классы для исполнения. Ну, во-первых, как уже Вова сказал, у нас есть классы платформенные классы. Они берутся из Java runtime. Классы вашего приложения берутся из класса Pad приложения. Некоторые классы появляются только во время исполнения. Их могут генерить как Java runtime, так и библиотеки, которые вы используете. И само ваше приложение может предоставить GVM классы посредством так называемых загрузчиков классов. Вообще в GVM в каждый класс грузится некоторым загрузчикам классов. Платформенные классы грузятся Bootstrap загрузчиком. Классы из класс Pad приложения грузятся системным загрузчиком. И классы приложения ваше упражнение могут создавать свои загрузчики, которые также будут грузить классы. То есть такая иерархия класс лодеров. Bootstrap класс лодеров самый главный. К нему все идут и спрашивают, знаешь ли ты про этот класс и так далее. То есть системный класс лодер, он обращается к application класс лодерам и Bootstrap класс лодерам за информацией. Прежде чем пытаться загрузить что-то самому. А что, да, вот интересный вопрос. То есть классы, много класс лодеров. А что с классами с одинаковым именем? Да, вот вопрос. Может ли в GVM быть два класса загружены с одинаковым именем? Какой ответ? Правильный ответ да. Зал разделился. Правильный ответ да. Потому что в GVM класс идентифицируется не по имени, а по паре имя и его загрузчик классов. И таким образом загрузчик класс образует уникальное пространство имен внутри... имен классов внутри GVM. Соответственно, вот посмотрим более внимательно на старт виртуальной машины. Вот вы, значит, запускаете из команд-лайна Java, MyMainClass и жмете Enter. Что происходит? Виртуальная машина пытается загрузить класс, который вы указали. Соответственно, она делает это системным загрузчиком. Что провоцирует чаще всего загрузку каких-нибудь платформенных классов, которые используются вашим приложением. После того, как класс готов к исполнению, виртуальная машина начинает исполнять его main-метод. Да. А, ну а как GVM грузит класс? То есть вначале она читает тот самый класс-файл, про который вначале рассказали. Это может быть либо реальный файл на диске, либо его представление в памяти. У класс-файла есть четко специфицированный формат, который GVM вначале проверяет. Если он некорректен, то GVM бросает на загрузке класс формат hero. Далее создается рантайм представления класса в специально выделенной области памяти GVM. Будем называть его Metaspace. И вместе с загрузкой класса обязательно должны грузиться его супер-классы и супер-интерфейсы. И если супер-класс и супер-интерфейс не загружен, то и сам класс считается незагруженным, иначе он будет считаться загруженным, и в среду исполнения вернется экземпляр класса JavaLand-класс. И с ним уже можно делать что-то, например, узнавать какие у класса есть поля, методы. Соответственно, прежде чем класс готов к исполнению, требуется произвести ряд подготовительных операций. Если вы посмотрите в класс файл, то все ссылки на поля, методы, другие классы, они символьные в байт-коде. Соответственно, чтобы реально исполнить этот класс, эти ссылки должны быть, так называем, отрезовлены, то есть разрешены в некоторые внутренние представления. Также частью связывания является верификация байт-кода. Виртуальная машина гарантирует ряд инвариантов для байт-кода, и если ваш байт-код им не соответствует, то класс файл не будет слинкован, будет брошен exception. Ну да, и если мы говорим про верификацию байт-кода, то знаете, вот мне по долгу службы иногда приходится нанимать на работу людей, и если принимаю Java-программистов, я считаю, что он должен более-менее понимать, как работает JVM в самых общих чертах, не выходящий за пределы сегодняшнего, например, доклада. К сожалению, очень часто оказывается, что это совсем не так, и, например, до темы верификации Java байт-кода мы на собеседованиях, как правило, даже не доходим. Но вот однажды к нам в компанию плавился человек на позицию senior Java developer, и мы с ним до этой темы каким-то образом дошли. И тогда у меня на собеседовании спонтанно родилась задачка, которую я сейчас хочу вам всем задать. Итак, мы сейчас с вами сыграем в игру «Кто хочет стать миллионером?» На кону у нас 32 тысячи рублей. Именно столько мы оценили вот эту вот шоколадку. То есть за правильный ответ будет шоколадка. Не на миллион, а на 32 тысячи. Давайте. На экран, внимание на экран. Байт-код, 4 инструкции, 2 константы кладутся на стэк, складываются, и переход на первую инструкцию. То есть такой вот infinite loop. Вопрос, внимание, вопрос. Что произойдет при исполнении этого байт-кода? Вариант А. Программа зацикливается. Вариант Б. Verify Error. С. Stack Overflow Error. И последний вариант. Байт-код не исполнится. Итак, кто за... Ваш ответ. Да, а кто за вариант А? Программа зациклится. Кто за вариант Б? Verify Error. Ну, мы же вроде бы говорим про верификацию. Кто за вариант С? Stack Overflow Error. Кто за вариант Д? Байт-код не исполнится. Почему? Да мне D понравилось. Почему D? Кто еще поднимал? Почему байт-код не исполнится? Потому что GoTo нет. Как нет GoTo? GoBiteCode и GoTo есть. Это байт-код. Кто еще поднимал руку на D? Почему? Не понял. Кто еще поднимал руку? Ты был уже. Ну ладно, давайте я попробую объяснить, потом если у кого появится объяснение, почему D, я дам шоколадку. Итак, давайте посмотрим, почему программа не может зациклиться. Как мы видим, в начале мы на стэк пушаем две константы, потом их складываем и результат кладем обратно на стэк. В начале у нас стэк был не пустой, а перед инструкцией GoTo 0 он стал… В начале он был пустой, а перед инструкцией GoTo он стал не пустой. И назад возвращаемся и видно, что стэк растет. И логично поэтому предположить, что случится стэк overflow error. Именно так ответил мой кандидат. Но на самом деле верификатор Java byte кода поймет, что вот эта ситуация, что в начале стэк был пуст, а потом он возвращается назад не пустым. Для него эта ситуация ошибочная. Потому что по спецификации виртуальной Java машины в каждой точке byte кода должен… Откуда мы туда не пришли, стэк должен быть всегда одинаковой глубины. И верификатор выбросит verify error, но тем не менее правильный ответ D – byte код не исполнится. Почему? А? Вспомните предыдущий слайд. Было… Ну объясни… Хочешь объяснить? Нет? Окей. Ну тот самый, ладно. Кто первый поднял шоколад, ты самый, в руку? Съешь сад шоколад. Давайте, кину ближе всех. Человек, которому понравилась буква D. Выиграл шоколадку. Да, кому понравилась буква D. Этот самый. Почему вариант D? На самом деле, почему этот byte код не исполнится? Потому что верификация byte кода происходит до исполнения какого-либо byte кода вообще в принципе. Это статический анализ, который проверяет некоторые констраенты на Java byte коде. Он происходит с классом ровно один раз до исполнения какого-то метода. И если хоть какой-то метод окажется некорректным, то весь класс помечается неверифицируемым и не исполнится не только некорректный метод, но и вообще какой-либо метод данной программы. До данного класса. И нам тут сказали, что на самом деле сейчас никто свои программы с верификатором не запускает. И мы, что все правильные пацаны говорят, минус xverify none. Ну и вот как раз попробовали ровно тот самый пример засунуть в GVM с флагом xverify none. И как мы видим, действительно случился stack overflow error. Но GVM этого явно не ожидала. И она развалилась. Потому что... И вообще то, что GVM на самом деле исполняет только верифицированный Java byte код, позволяет ей исполнять его крайне эффективно. Фактически с той же самой эффективностью, как у низкоуровневых языков. К примеру, инструкция EAD превращается дальше в машину, в ровно в одну машинную инструкцию при компиляции его в машинный код. А что, например, не так для многих динамических языков, где сложить даже не два числа, а что-то, нужно сделать очень много чего, что бьет по производительности очень сильно. Но при этом у нас производительность почти такая же, как у низкоуровневых языков, но при этом мы не жертвуем безопасностью исполнения. То есть верифицированный байт код в принципе не может разломать GVM, если вы не выключаете верификатор. Что, например, не так для C-программ, где каждая фактически строчка кода – это потенциальный SIG-фолд. Мне по долгу службы приходится разбирать внешние репорты о проблемах. И вот люди регулярно отключают верификатор и начинают файлить баги. Ваша виртуальная машина крэшится. Что за проблема? Ну и если оставить верификацию, включить ее, то чаще всего это заканчивается не багом виртуальной машины, а verify error, exception. То есть верификация важна для стабильности и надежности важных программ. Пусть она и стоит некоторого времени при исполнении, при загрузке. Следующий шаг, который необходимо сделать перед тем, как запустить класс «Будет готов к исполнению» – это инициализация класса. У вас могут быть статические поля, к которым из байт кода приложение обращается. Соответственно, в статическом инициализаторе происходит присваивание значений. Соответственно, этот статический инициализатор должен отработать до того, как класс готов к исполнению. Это случается при первом использовании, и первым использованием считается инстанциирование объекта, доступ к статическому полю, вызов статического метода. Также инициализация провоцирует инициализацию суперкласса и суперинтерфейсов с дефолтным методом. Маленькое уточнение про байт-код мы закончили. Если вы посмотрите в расписание, то параллельно с нашим текущим докладом Антон Архипов должен был рассказывать про байт-код. Но Антон сидит здесь. Антон, помахай рукой. Так что если вас заинтересовала тема байт-кода, милости просим на его доклад. У него будет 45 минут посвящено специально байт-кода после обеда. Какой зал? Второй. Второй зал. Уточнение. Поспрашивайте, уточните, потому что есть изменения в расписании. Антон будет подробно рассказывать про байт-код. Раз мы начали уже говорить об исполнении кода, то давайте плавно перейдем о том, как Java-байт-код исполняется на JVM. И JVM может исполнять Java-байт-код двумя способами. Во-первых, она его может интерпретировать. Интерпретировать от C-то медленно, поэтому она может также транслировать его машинный код и исполнять этот машинный код непосредственно на целевом процессоре. Соответственно, давайте посмотрим. Вот такая самая простая реализация интерпретатора. То, что мы делали с вами до этого ручками, пошагово идя по байт-коду, на уровне реализации будет выглядеть примерно так. Начинаем с первого байт-кода. Извлекаем номер инструкции. Соответственно, в зависимости от того, сколько оперантов, сколько она, значение ожидает на стеке, мы загружаем эти значения, выполняем операцию. Например, если у нас это iAdd, то мы берем два значения с вершины стека, складываем их и кладем на вершину стека результат и вычисляем положение следующей инструкции, потому что на уровне байт-кода инструкции могут иметь разный размер. И делаем, повторяем эту операцию до тех пор, пока байт-код не закончился. Но все-таки так или иначе интерпретация медленно. Чтобы ваши Java-программы могли работать быстро, программы Java-байт-код нужно не интерпретировать, а компилировать машинный код и исполнять непосредственно на цепу. Но компиляторы тоже бывают разные. Бывают простые, которые компилируют ваш байт-код очень быстро, но при этом порождают не очень оптимальный код. А есть более сложные компиляторы, которые проводят оптимизирующие преобразования, прежде чем породить Java-байт-код различные, например, открытые подстановки, constant folding и так далее. И они порождают более оптимальный код, но делают это, тратят на компиляцию времени несколько больше. То есть в области компиляторов есть такой небольшой трейд-офф. Либо мы компилируем быстро, но получаем не очень оптимальный код, либо компилируем медленно, но зато результирующий код работает быстро. Еще один аспект, по которому компиляторы могут различаться, это момент компиляции, когда происходит компиляция Java-метода. Выделяют две категории. Динамические компиляторы, которые делают свою работу во время исполнения приложения, и статические, например, ahead-of-time. Соответственно, для динамических компиляторов они работают одновременно с программой, как я уже сказал, и для них важно работать на горячем коде, код, который чаще исполняется. Соответственно, для того, чтобы определить горячий код, у виртуальной машины есть все необходимые инструменты. Она может профилировать, смотреть, наблюдать за работой приложения, потому что она его мониторит, она его исполняет. И, соответственно, в зависимости от того, как часто исполняется метод, принимать решение, скомпилировать его или нет. Также информация, собранная в процессе исполнения байт-кода, используется для оптимизации этого кода, для порождения наиболее эффективного представления на уровне машинного кода и заточенного конкретно под нужны вашего приложения. Но так или иначе, динамические компиляторы работают вместе с вашей программой, что в общем случае сказывается на ее работу. И возникает вопрос, почему бы не породить этот машинный код до исполнения программы и, соответственно, не тратить ресурсы вашей программы во время исполнения. К тому же для большинства Java-программ весь ее код известен до исполнения. И такие компиляторы тоже есть, это статические компиляторы. Они, в частности, они, например, не ограничены абсолютно в разумных пределах ресурсов и могут применять каждому методу каждого вашего класса с самой агрессивной оптимизацией. Как Вова уже сказал, динамические компиляторы просто по своей сути могут компилировать только горячий код, а бывают программы, где нет ярко выраженного горячего кода, и здесь как раз на помощь приходят статические компиляторы. Так, да. Окей. Ну, тут возникает вопрос. О, хорошо, тут есть такое интересное. Вообще, если мы все скомпилировали статически, а вообще это GVM тогда вообще где? Да, да, да. Вот есть, например, динамический байт-код. Мы с вами уже знаем про класс лодеры, которые могут загружать классы на лету. Есть рефлекшн. Как в статической компиляции это все работать-то будет? Можно обратить внимание, что при статически компилированной программе вообще может не исполниться ни одного Java байт-кода. И можно действительно такой вопрос задать, а где GVM? Но такой вопрос возникает только тогда, когда GVM воспринимается как что-то реально исполняющее Java байт-код. В председательности же все современные GVM как можно быстрее хотят перестать исполнять Java байт-код, то есть интерпретировать его, а компилировать его в машинный код и исполнять непосредственно на процессоре. И когда GVM это делает до исполнения или после исполнения, не имеет большого значения. Но GVM это не только подсистема исполнения Java байт-кода. Это много чего еще другого. Тот же сборка мусора, рефлекшн. И, конечно, в любой GVM все это должно присутствовать. И, в частности, если мы говорим про статические компиляторы, то вся эта информация про рефлекшн должна быть, например, в исполняемом файле. Вся метаинформация. И она, конечно, там есть. И динамические компиляторы тоже должны быть в этом случае. Соответственно, а что требуется от виртуальной машины, чтобы поддерживать эти мощные функциональности? Соответственно, вот как реализовать рефлекшн? То есть у нас для каждого класса виртуальная машина обязана предоставлять возможность доступа к полям и методам по имени. То есть в статическом компиляторе обычно, то есть если вы там CC++ смотрите, то вся эта информация символная, и она уходит. Виртуальная машина должна это хранить, потому что через рефлекшн можно по имени получить доступ ко всем объявленным полям и методам. Виртуальная машина реализует это через доступ к так называемому мета-спейс, где вся она хранится. И это является, вот такой вот динамизм, это ключевая особенность Java-платформы, которая активно используется в популярных фреймвеках, которые активно используют рефлекшн для реализации функциональности. Например, если вы там как-нибудь с интерпрайзом, фреймвеками работаете, там вот аннотации у вас на поле или на методе аннотация, вы не пишете никакого кода, вы объявляете просто свои намерения, они такие декларативные аннотации, а в процессе исполнения фреймвек делает всю механическую работу за вас, генерирует код. Также есть ряд динамических языков на Java-платформе, например, JSON, GRUBY, которые активно используют рефлекшн для своих нужд, для эффективной реализации рантайма своего языка. И для того, чтобы действительно динамические языки на JVM могли работать эффективно, не так давно в JVM добавили, в Java-байт-код добавили новую инструкцию, InvoAugDynamic. Если раньше все инструкции вызова вызывали какой-то конкретный метод, то в инструкции InvoAugDynamic вы можете программировать поведение того, что будет вызываться. И целевой метод, целевой объект для инструкции InvoAugDynamic это уже не метод, а так называемый метод хэндл. Это может быть доступом к полю, методу или комбинацией других метод хэндлов. И метод хэндл можно использовать за мне инструкции InvoAugDynamic, и многие воспринимают как reflection, сами метод хэндл как reflection 2.0. И метод хэндл тоже реализуется через метод доступ к JVM. Ну не очень давно в Java 7 появились метод хэндл и InvoAugDynamic. То есть если вы используете Java 7 или 8, то у вас есть возможность работать с InvoAugDynamic. Для работы с внешним миром, с платформенными библиотеками, платформенной функциональностью, виртуальная машина использует, так называют, Java Native Interface, GNI. Соответственно, это нативный интерфейс на C к виртуальной машине. Он не зависит от реализации, он четко специфицирован, и каждая виртуальная машина, чтобы называться Java виртуальной машиной, она должна его реализовывать. Соответственно, например, в реализации AVTS, VingA, активно используется GNI для доступа к платформозависимым участкам подсистемы. В виртуальной машине реализуется, опять же, как доступ к мета-спейсу. Ну а теперь давайте поговорим еще об одной особенности Java, о трейдинге и синхронизации. Вообще многопоточность — это ключевая возможность Java. Она позволяет использовать всю мощь современных процессоров в полную силу. И, например, многие языки с динамической типизацией не имеют поддержки многопоточностей. Ну, вообще, в каждой сейчас современной операционной системе есть встроенная поддержка многопоточности, и Java, как правило, переиспользует эти возможности, мапирует один Java поток на один нативный поток. С каждым потоком связана так называемая память, память используемая для локальных переменных и стэка-операндов метода. И в JVM имеет, то есть, когда мы вызываем метод в программе, он вызывается на одном, в том же самом потоке. У вас появляется некоторый стэк-трейс вызовов методов, и в JVM есть вся информация об этом стэк-трейсе, потому что по спецификации, прежде чем JVM должна вызывать метод, она должна сохранить мета-информацию о том, с чего она вызывает. Может показаться, что реализация трейдов в JVM тяжелая, дорогая, но это не так. Если посмотреть на структуру стэка в памяти, то для Java фреймов, для вызовов Java методов, она мало чем отличается от нативных методов, то есть машинного кода, от методов в платформенных системах. То есть также это участок памяти, стэк, так называемый стэк-фрейм, на котором хранятся информации о локальных переменных стэк. И для возвращения просто программа берет адрес памяти, в котором адрес в коде, где произошел вызов, и возвращает. То же самое делается и для нативного кода. Но, несмотря на это, у виртуальной машины есть вся информация о стэке, и она имеет возможность реконструировать стэк-трейс. Соответственно, если вы, например, бросаете exception, то виртуальная машина начинает обходить стэк вашего потока и ищет хендлер, обработчик этого исключения, и когда его находит, передает туда управление. Но эта операция практически ничего не стоит, если вы не бросаете exception. То есть без exception используется правильно для исключительных ситуаций, то без exception вы никак не платите за такую функциональность. Еще один аспект многопоточности — это синхронизация между потоками, взаимодействие потоков. Вот давайте рассмотрим такой простой пример. Два потока у нас есть, и один загружает данные, второй ожидает получения этих данных и использует их в дальнейшем потоке. И синхронизируются они через некоторый флаг, вот здесь вот это вот ready. А в современных, то есть как бы здесь есть в общем случае две проблемы. У вас есть компилятор, вы хотите, чтобы ваша программа работала быстро, соответственно, вы ожидаете, что компилятор будет оптимизировать этот код, соответственно, он может переставлять местами эти инструкции. Но это не единственная проблема. Современные процессоры тоже пытаются максимально быстро исполнить ваш код. Соответственно, даже если в машинном коде у вас последовательность операций правила, правильно это не гарантирует, что она будет работать так же, как вам кажется, как вы видите в машинном коде. То есть, например, на ARMах, так называемой слабой memory модель в железе, и процессор может переупорядочивать эти операции. Вы что-то записали, записали флаг, флаг, а другой поток видит сначала обновление данных, а потом уже обновление флага. Соответственно, чтобы исключить данные возможности и фиксировать жестко последовательность действий, в спецификации Java языка есть секция, посвященная Java memory модели. И есть механизм volatile. Если мы объявим поле ready как volatile, то это будет сигналом к виртуальной машине, к тому, что операции вокруг вот этого флага, они не могут переупорядочиться. То есть вы гарантируете, что сначала загрузятся данные, а потом будет выставлен флаг. А в другом трейде сначала будет считано новое значение, и когда оно будет считано, гарантируется, что значение поля data будет уже готово и видно. Ну и для безопасного доступа к разделяемому памяти между потоками в Java есть такие примитивы, как синхронизат методы и синхронизат блоки. В ней на реализации синхронизат методы и синхронизат блоки могут реализоваться с помощью нативных же средств, мютиксов, мониторов и так далее. Но они довольно дорогостоящие, поэтому в случае, когда у вас реально конкуренция за ресурс не происходит, эту вещь JVM умеет оптимизировать, в результате чего никакого оверхеда на синхронизацию в случае, когда у вас нет конкуренции за ресурс, не происходит. Ну, это мы. Ну и самая интересная тема. Сборка мусора. Да. Соответственно, в спецификации Java виртуальной машины есть специальная инструкция для создания нового объекта, оператор new. Соответственно, виртуальная машина при исполнении этой операции создает объект указанного класса, инициализирует его в некотором специальном регионе, так называемом Java хипе. Куча Java хипе. В спецификации ничего не показано, как Java хип выглядит, то есть виртуальная машина вправе выбирать все, что она хочет. При организации, то есть как ей удобно и как она считает эффективной. И также спецификация молчит о том, как должна выглядеть структура алацированного объекта. То есть это все отдается на откуп виртуальной машине. Ну и человек, который не связан с Java, может подумать, ну что может быть проще, чем выделение памяти. Ну есть, в каждой операционной системе есть молок, но нужно выделить объект, мы позвали молок, нужно его удалить, позвали free. Если это как-то работает для языка C, то для Java это уже плохо работает, потому что в Java в куче выделяется гораздо больше объектов, чем в том же C, и эта схема перестает работать. Поэтому в Java используется другая схема, гораздо более низкоуровневая. К примеру, JVM, как правило, берет память не на один объект, а на сразу много объектов, что и позволяет, например, далее выделять память просто продвижением границы внутри выделенного большого куска памяти. Ну и дальше надо вспомнить, что по памяти у нас это разделяемый ресурс, и чтобы выделение памяти в одном потоке не блокировало другие потоки, это нужно как-то разрулить, поэтому в JVM, как правило, есть, это разрулится с помощью так называемых thread local heapов, где у каждого потока есть некоторый свой кусочек памяти, в котором она выделяет объекты. То есть аллокация очень быстрая. Как я уже сказал, что структура объекта никак не описана в спецификации, но косвенно есть определенные требования на то, что можно делать с объектом. Так, например, у каждого объекта есть ссылка на класс, так как все объекты типизированные, то каждый объект должен иметь класс. То есть в заголовке объекта есть ссылка на его класс. Также по спецификации можно синхронизироваться на любом объекте. Вот когда вы там keyword synchronized используете, то виртуальная машина синхронизируется на текущем методе, методе, на котором вызывается, объекте, на котором вызывается метод. И виртуальная машина должна ассоциировать с вашим объектом лог для того, чтобы корректно реализовать синхронизацию. Есть еще identity hash-код, но я про это умолчу. Поля, порядок полей. То есть можно ошибочно предположить, что вот как вы напишите в исходном поле, в каком порядке поля упомянете, в таком они будут и в объекте. Это не так. Виртуальная машина может их спокойно переупорядочить, и она это делает для оптимизации размера объекта. Ну, а теперь перейдем к самому интересному, к сборке мусора. Вот, Вов, что ты можешь рассказать про сборку мусора? Ну, давай начнем с young generation. То есть вот у нас... Подожди, подожди, Вов. Давай начнем с самого простого сначала. Давай сначала определим, что такое мусор. Вот что такое мусор? Что мы собирать-то будем? Что у нас гордочный коллектор-то собирает? Ну, давай, значит, объекты, на которые нету ссылок, а не мусор. Окей, а если на них, например, появляется объект, который ссылается... Ну, на новый же объект нету ссылок. Окей, а если их три? Да тоже вот, ну и что, нету, все просто. А если вот такое? Если все они друг на друга ссылаются? Ну, может, зеленый не мусор, серый мусор? Ну, все понятно. Ну, да, вот мусор, вот не мусор. Ну, как вы видите, определить, что такое мусор в терминах, что, на кто он ссылается, довольно-таки тяжело. Поэтому я предлагаю пойти другим путем. Давайте определим, что мусор это то, что это те объекты, которые не могут использоваться программой. Логично? Да, да. Но тогда нужно понять, а какие объекты могут использоваться? Не мусор. Тоже логично. А что тогда такое не мусор? Ну, вот давайте, каким объектам однозначно иметь доступ в ваше приложение? Ну, к статическим. Которые на стейке. Вот, лежат в стейке. Хорошо. Да, оранжевый. А шоколадка-то у тебя все отдал? Да. То есть у нас локальные переменные есть, есть статические поля, как минимум. Есть, оказывается, стек, да? Ну, да, есть. Хорошо. Еще что-нибудь есть? Поля глаз. Что? Поля глаз. Почему? А класс-то может быть недоступен? Ну, ладно. Ну, хорошо. Давайте. Давайте, да, вот. У нас была здесь приготовлена сценка, но она сломалась. Потому что, да, если предположить, что у нас есть только статические поля локальные перемены, то возникает вот такой вопрос, что вот у нас есть присваивание в локальные перемены нового объекта, и, допустим, сборщик мусора случился до того, как присвоился новый объект в локальную переменную, и возникает вопрос, а вот этот только что выделившийся объект это мусор или не мусор? Вроде бы у него нет никаких локальных перемен. Да, ну вот, как правильно сказал человек, слушатели в 10-ом ряду, да, вот у нас есть еще и стэк, на котором могут находиться ссылки на объекты, на живые объекты. Хорошо, то есть вот, значит, объекты доступны из фрейма метода, локальные переменные стэк оператора. Но у кого метода вопрос? Ну, всех методов на стэке, которые вызваны. А еще? Всех трэдов, которые исполняются. Да, и это уже будет действительно правильный ответ. И теперь, ну, вообще говоря, вот эти вот объекты, которые доступны со статических поля, объекты доступны со стэк от всех Java потоков, и образуют так называемое корневое множество объектов, или JCROOTS. То есть, кроме них, в это множество входят объекты из GNI ссылок нативных методов. И если мы определили, что такое JCROOTS, мы можем теперь легко дать определение не мусора или живые объекты. Это объекты, собственно, из корневого множества, или объекты, на которые ссылаются живые объекты. Все остальное, собственно, тогда мусор. Соответственно, вот, воспользуясь этим определением, которое мы с вами вывели, можно описать два базовых алгоритма сборки мусора, так называемый Mark and Sweep. Когда вот у вас есть куча, в ней, значит, есть живые и мертвые объекты, вы вычислили root set, вот список гарантированно живых объектов, и начинаете обходить объекты, на которые они ссылаются. Соответственно, вот вы, значит, имеете гарантированно живой, он на какой-то ссылается, вы переходите на ссылающийся объект, помечаете его как живой, и дальше начинаете следовать по ссылкам из живых. То есть, когда вот эта операция завершается, у вас в куче все объекты либо помечены как живой, либо помечены как мертвый. Соответственно, следующим проходом сборщик мусора идет, и для всех объектов, которые помечены как неживые, как мусор, они освобождают место. По завершению, соответственно, вот у вас остаются живые объекты, а мертвые объекты освобождены. Другой вариант, это так называемый Stop and Copy, или копирование живых объектов. Вы также начинаете с рутсетом, с начальным списком гарантированных живых объектов, и вы их копируете из одного хипа в новый, где гарантировано все свободно. И начинаете, вот этот живой, я его скопировал. Он ссылается на другой объект. Он тоже живой, потому что ссылка идет с живого объекта. Я тоже его скопирую. И так далее до тех пор, пока вы не обошли все живые объекты. После этого в старом регионе, откуда вы копировали объекты, там гарантированно остались только мертвые объекты, только мусор. И вы можете его весь сразу пометить, как, да он мертвый, а там все, свободно, там вся память свободна. Да, ну как мы могли заметить, что понятие, что такое живые объекты, определено для определенного момента исполнения программы. Стоит программу хоть чуть-чуть поисполнять, могут появиться новые объекты, и какие-то объекты умереть. Поэтому в общем случае, чтобы живая могла определить, где мусор, она должна остановить все потоки и, собственно, определить мусор. И вот эта остановка всех потоков называется Stop the World Pause. И это может быть заметно внешнему наблюдателю, иногда очень сильно заметно, и бывает, что это просто неприемлемо. Поэтому основная задача всех современных сборщиков мусора – это как раз уменьшение этой Stop the World Pause. И у GVM есть, у garbage collector современных, есть три способа уменьшения этой Stop the World Pause. Во-первых, это инкрементальная, то есть мы в паузе будем собирать не весь мусор, а какую-то его часть. Соответственно, мы можем тогда его собирать быстрее, эту часть. Второй – это параллельный, то есть к паузе собирать мусор не в одном потоке, а во многих потоках. И одновременный – это собирать мусор параллельно, одновременно с работой программы. То есть, например, в том же алгоритме Mark and Sweep, после того, как мы пометили все объекты, пометили живые объекты, мы можем уже отпустить все потоки и удалять объекты уже одновременно с работой программы. Соответственно, Java поощряет аллокацию объектов, то есть вы вправе аллоцировать сколько вы хотите, и это порождает, была сформулирована слабая гипотеза о поколениях. Слабая, потому что она не гарантированно выполняется для всех приложений. То есть есть приложения, которые не следуют. Но гипотеза формулирует два утверждения. Большинство объектов умирает молодыми, то есть они краткоживущие, то есть временные, большинство объектов временные. И старые объекты редко ссылаются на молодые. Это позволяет более эффективно реализовать сборку мусора, разделив Java хип на две части. Регион, в котором аллоцируются объекты, так называемое молодое поколение, и регион, в котором хранятся часть Java хипа, в котором хранятся долгоживущие объекты. Соответственно, это позволяет во время малых сборок собирать только, делая инкрементальную сборку мусора, собирая только часть хипа, молодое поколение. А откладывая освобождение памяти в старшем поколении до тех пор, пока оно не переполнится. Это дает существенный прирост в эффективности сборки мусора. Ну и в общем-то мы почти уже приближаемся к концу, и хотим поговорить про последнюю маленькую, но очень важную подсистему внутри GVM, про мониторинг. Как вы могли заметить, GVM знает про вашу программу просто все. Она знает про все ваши загруженные классы, про все живые объекты, про все потоки, про стек-трейсы внутри этих потоков. И возникает вопрос, а почему бы с вами не поделиться этой информацией во время исполнения? Соответственно, у вас виртуальная машина представляет вам два интерфейса. Один это GVM-TI, которым используются отладчики, профилировщики. То есть когда вы подключаетесь с помощью дебаггера к своему приложению, вы делаете это через GVM-TI. Современные дебаггеры используют GVM-TI для реализации своей функциональности. Или мониторинг и менеджмент. То есть в виртуальной машине есть менеджмент-бины, которые публикуют информацию о вашем приложении. Сколько объектов было аллоцировано, когда произошла последняя сборка, сколько было сбора. И когда вы, например, подключаетесь к своему приложению с помощью тулов, например, VisualVM, G-консоли, Java Mission Controller, то они используют информацию как раз из Java Management Binov. Ну, это, в общем-то, все, что мы хотели вам сегодня рассказать про GVM. А теперь давайте окинем общим взглядом нашу картинку. Итак, на вход в GVM у нас идет байт-код и реализация нативных методов. Далее байт-код может ли пойти на исполнение внутри GVM непосредственно, либо сначала быть скомпилированным машинный код и метаданные. Метаданные тоже пойдут в GVM, а код будет исполняться непосредственно на процессоре. Далее классы грузятся. При их исполнении тот код, который не был скомпилирован заранее, будет либо интерпретироваться, либо компилироваться динамическим компилятором тоже машинный код. И при исполнении программы у вас выделяется память, она автоматически собирается, все это работает во многих потоках, и у вас есть из программы доступ ко всем данным о вашей программе через метаинформацию. Ну, это была такая абстрактная GVM в вакууме, то есть давайте теперь поговорим о каких вообще существуют реализации GVM. Их вообще существует превеликое множество, но те, которые совместимы с Java SE спецификацией, их не так много существует. Ну, во-первых, есть Oracle Hotspot, это та GVM, которой как бы все пользуются, как правило. Но до того, как Oracle купил сам Майкросистем, у них была другая GVM, Jrocket. Но после покупки она им оказалась не нужна, поэтому она благополучно умерла, там только некоторые фичи перешли в Hotspot. У IBM есть своя GVM J9, она используется, например, в вебсфере, то есть если вы вебсферу используете, то там будет у вас другая GVM. Есть наша GVM, Excel Surgeon, про которую я говорил, то есть ее отличительная особенность – это наличие Head of Time компилятора. Сейчас пока нет никакой другой GVM, у которого была бы совместима с спецификацией, который был бы Head of Time компилятор. Кроме того, вот эти вот четыре GVM, они все написаны с нуля были, то есть у них нет кодовой общекодовой базы, но все они совместимы со спецификацией, но есть еще ряд GVM, которые базируются на исходниках Hotspot. Например, Azul использует исходники Hotspot, у них только свой garbage collector, который позволяет масштабироваться на очень больших хипах. И есть ряд компаний, которые делают порты и Hotspot на разные платформы, например, SAP или RedHub. Ну и это, в общем-то, все, что мы хотели вам рассказать. Давайте подведем некоторые итоги. Да, ну вот мы попытались вам показать, что виртуальная машина – это не какая-то черная закрытая коробка, которую вы просто берете, вот скармливаете свое приложение, она его исполняет каким-то магическим образом и выдает вам результат. Ваше приложение просто работает. То есть вот мы пытались дать вам представление, как ваше приложение работает и что для этого требуется делать. Да, и мы надеемся, что могли вас увидеть, что Java практически является золотой серединой современных IT-технологий. Во-первых, типизированность Java-байт-кода позволяет его исполнять на JVM практически с той же эффективностью, как низкоуровневые языки. При этом такие динамические фичи Java, как Reflection, динамическая загрузка, придают платформе крайнюю гибкость, которая за пределами JVM может быть есть только в динамических рантаймах, в реализации динамических языков. Ну и технологии виртуальных машин не стоят на месте, они находятся в постоянном совершенстве, в постоянном развитии, как в индустрии, так и в академическом обществе. И ведутся исследования, создаются новые, более эффективные способы сборки мусора, например, компиляции и так далее. Ну все, спасибо за внимание. Ваши вопросы. У меня на вопросы есть еще одна шоколадка, так что задавайте. Подходите к микрофонам, если вы хотите задать вопрос. Здравствуйте, меня зовут Аня. Вопрос вам про garbage collector. В какой же момент он начинает собирать, очищать память, объект удалять? Ну, нигде эту информацию я четко так и не нашла. Я могу ответить, да. То есть это никак не специфицировано, когда виртуальная машина, то есть это гарантированно произойдет до того, как виртуальная машина сообщит вам, что у нее закончилась память. То есть она попытается сделать все от нее зависящее, чтобы освободить достаточно памяти для того, для локации вашего объекта. Но чаще всего, если у вас переполняется java heap, при попытке аллоцировать следующий объект, виртуальная машина видит, что она не может это сделать, и она инициирует сборку мусора. Но это зависит от реализации. Какие-то… То есть часть, так как есть у каждого, современная виртуальная java машина борется со stop the world паузой, часть работы она постоянно проводит, может проводить фоны для того, чтобы потом она будет использовать для сборки мусора во время паузы. То есть виртуальная машина постоянно знает о вашем хиппе и постоянно занимается, в общем-то, работой сборкой мусора тоже. Да, фоновые сборщики мусора часто пытаются превентивно начать сборку мусора для того, чтобы освободить память до того момента, как она вам реально понадобится. Понятно, спасибо. Еще вопросы? Сейчас отдам. Есть еще вопросы? Да, есть вопрос. Есть ли какой-то параметр и можно ли контролировать свободное место хиппе и занятое уже место? То есть можно ли контролировать это отношение? То есть то место, которое свободно осталось хиппе, и то, которое уже занято объектами? Контролировать? Ну, то есть если… Но это очень специфично для сборщика мусора. И как бы есть эвристики, которые вы можете контролировать и сказать, инициировать сборку мусора, если у вас в хиппе находится столько процентов хиппа занято объектами, то фоновые сборщики мусора могут инициировать превентивную сборку мусора, как я сказал ранее. Но это никак не обязывает виртуальную машину делать так. То есть ваш хипп может быть полностью использован по назначению, заполнен живыми объектами. То есть есть, по крайней мере у нас в хадспоте, есть API, ресурс менеджмент, который позволяет ограничить приложение в объеме использования. Но это, наверное, не то, про что вы спрашивали. Нет. Ты не можешь сказать, что у тебя 40% хиппа могут быть только использованы, например. Мы ответили на вас вопрос? Понял. Так, вот еще один вопрос вот тут вот. Вы разрешите? В Sharp есть такая классная штука, как нативные треды, которые позволяют указывать статический размер массива, и тогда у вас массив будет не отдельным объектом, а он будет храниться в той же странице, что и объект класса. Есть ли такая плюшка в Java? То есть, умеет ли GVM в рантайме оптимизировать, если мы, к примеру, у класса есть поле массива, и он инициализирован по умолчанию там размером в 5. Будет ли это все, умеет ли он оптимизировать так, что это все будет храниться как один объект, а не как... В смысле рядом? Да. Ну, это опять же зависит от алгоритма локации объектов. Есть реализации, которые это делают. А что? Ну, точнее, вот какие GVM-ки? Ну, наша реализация это делает. В итоге можно узнать ответ на этот вопрос-то, почему байт-код не исполнится? Там вообще, говоря, маленькие уточнения к предыдущему вопросу. Вообще, object collocation, то есть сборщик мусора, он копирует объекты как бы depth first. Соответственно, вот объект копируется, и потом копируется с объекта, на который он ссылается. Соответственно, у вас просто в хипе при сборке мусора будет collocation на деле, даже если виртуальная машина ничего специально для этого не делает. То есть сборщики мусора коллоцируют объекты, чаще всего даже просто в процессе сборки мусора, при копировании. Еще вопрос. Так, у нас время есть на вопросы? Ну, вот ответ на вопрос, собственно, почему не исполнится байт-код, и на этом закончим. Да, давайте последний вопрос. Да, можно повторить, просим прощения. Почему в итоге байт-код не исполнится? Вы же не сказали интересный вопрос. Я сказал, потому что верификатор работает до исполнения байт-кода, соответственно, этот байт-код даже не начнет исполняться никогда. То есть он в принципе не может исполниться, потому что когда отработает верификатор, он пометит класс неверифицируемым, и в исполнение этого байт-кода даже не придет никогда. Ни в интерпретатор, динамический компилятор не попробует даже его скомпилировать. Просто этот байт-код исполняться не будет. А почему не верификацию эррор, то я что-то не понимаю? Почему не верификацию эррор? Ну, то есть он не верифицирует… Не, ну, случится верификацию эррор, но не на этапе исполнения байт-кода, он случится на этапе загрузки класса, на этапе его линковки. То есть Verify Roar, он вообще наследник linkage Roar, это все ошибки, которые могут случиться на этапе линковки. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, Никита. Спасибо, Владимир. А Шоколадка, девушка, которая первая. Отойдите.